Доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра прикладных исследований Кафедры экономической политики и государственного частного партнерства МГИМО, МИД Российской Федерации, президент Института научных коммуникаций Попкова Елена Геннадьевна. Доктор экономических наук, профессор, к нам сегодня сейчас присоединилась. Тема ее доклада – «Консорбциум устойчивого развития задачи и перспектив в условиях глобальных вызовов». Елена Геннадьевна, пожалуйста, вам слово. Приветствую вас. Сначала я хотела бы поприветствовать всех участников от Института научных коммуникаций и от МГИМО Медроссии с этой прекрасной конференцией. Я очень рада за коллег, что эта конференция состоялась, что РФФИ и, в принципе, все научное сообщество поддержало такую прекрасную научную инициативу. И я очень рада о том, что именно университет выступил таким экспертной, такой выступил экспертной площадкой по данным направлениям, кроме того, что ваш университет является одним из первых партнеров Института научных коммуникаций, который поддержал нас и который помогает нам также все это делать. Ну, разрешите я сейчас демонстрацию кроме включу, если мне позволит, конечно. Надеемся. Позволит... Сейчас скажу. Технические возможности. Не то, что технические возможности, а, наверное, не знаю, может быть, в последний раз мне не дали включить презентацию организаторы. Нет, мы только за. Да, мы только за. Технические возможности. А, вот, все, уже, ага. Все, сейчас. Тучки. Так, обмена. Вот, возможно, получится так, вы. Вот. Слава Богу. И моя презентация сегодня первая по консорциуму стольчевого развития, вот, поэтому я думаю, что это будет тоже приятно. Организаторной конференции, что первый раз именно в консорциуме стольчевого развития. Очень приятно. Да. Вы слышите, что это ученые именно на этом мероприятии, скорее всего, это будет знаковое мероприятие. Вы учили. Представляю вам консорциум стольчевого развития. Мы очень долго к этому шли. У нас сначала была лаборатория по бюро разнообразию, и, конечно, сподвигла нас на это кризис в год 19. Мы много изучали. Мы не могли остаться в стороне, ни в геморнии, ни в институт нашей коммуникации от этой проблемы. Очень много изучали. Сделали несколько датасетов по сохранению коронавируса, и в том числе по его причинам основным. Значит, изучали очень много литературы, сделали несколько мастер-классов. И в рамках этой темы, ну, наконец-таки пришли к определенному выводу о том, что угроза самая основная для человека, это и есть человек. Поэтому создали сначала лабораторию по бюро разнообразию и подовольственной безопасности, а потом, когда поняли о том, что много узок партнеров, а у нас их почти 30, у института научных коммуникаций, захотели и хотят... Вторая пара пошла, одну пропустил. Учинские учреждения, где нам были переговоры, например, с Минздравом, были переговоры с антипометрологией Вишневского, они тоже хотят войти нашим консорциям, поэтому мы решили обобщить и сделать более широкое тело. Это консорциям сущего развития, который, как вы знаете, включает 17М, 17ц, извините. И эти цели, я так думаю, что любой, любой абсолютно вуз, любой ученый может носить в себе какую-то заинтересованность в изучении той или иной цели. Пока работа над консорциям ведется достаточно недавно, скорее всего, скорее всего, мы надеемся на это, в том, что консорциям будет создана технология вольчейн. Я немножко поясню, что это для консорциям и значит. То есть работа будет использоваться, скажем так, технологиями вольчейн в плане построения экспертов цепочек, в плане защиты информации, которая будет заходить в консорциям. К примеру, все черновики, видео, аудио, вот сейчас я, например, выступаю, да, все это будет заходить в консорциум, будет, ну, скажем так, сертифицироваться в медкой времени, и поэтому в какой-то степени мы будем в такой площадке защиты интеллектуальной собственности, защиты информации, для того, чтобы любой человек, который работает в консорциуме, всегда мог сказать, что это идея, что это, что это идея, что это чеснок на вид, что это статья его. То есть мы поставили на первое место принципы открытой науки, прозрачности и защищенности российских ученых. То есть в консорциуме она будет сильно отличаться от других площадок. это не совсем социальная сеть ученых, или, например, какой-то общий портал, да, где будет там форум проходить. Нет, это будет серьезная работа, которая будет создавать экспертные цепочки, и каждый человек, даже если он не пишет статью, но активно участвует в обсуждении, в рецензировании, в любом размышлении, пояснении, выступлении на конференции, он будет накапывать определенные научные баллы, которые позволят ему полностью использовать бонусы нашего консорциума. Они очень большие. Во-первых, участие в цитаризмах журналов и книгах, это первоочередное участие в Меднародных конференциях, в рамках наших, во всех наших мероприятиях. То есть, накоплен опыт огромный. Нас поддержало около 10 тысяч издательств по работе по этому консорциуму, то есть, нам дали книги, почему первого партия. Поэтому, работа будет вести достаточно серьезно. Ну, на слайде, как бы я готовилась к этой презентации, конечно, я по блокчейн-технологиям пока еще не могу, скажем так, вам рассказать эти бизнес-процессы и технологические схемы работы консорциума, это, думаю, будет уже в следующий раз. Но, разрешите тогда, я вам просто расскажу про некоторые моменты, которые сейчас мы в консорции не осуществляем. Ну, естественно, что в 21 веке экономика, которая была ориентирована на стабильность и розы, оказалась не до того к системе кризиса 20-го года. Запущена система здравоохранения и завирусная угроза. То есть, это первое время и кефицин средств индивидуальной защиты, вы знаете, да, как мы в марте поправляем, иногда в аптеке наводка от времени и больничной койки, и медработников, и лекарства, и вакцины достаточно доказаны эффективности. И все это распространилось в социальную сферу, произошло социальное дистанцирование, которое привело не только к спаду деловой активности, а к спаду психологической активности, активности, дефициту товаров, ускорение инфляции, сокращение налоговых поступлений. Конечно, это привело к эффекту доминоэкономики, но не мне это вам рассказывают, вы все это сами наблюдаете, вы даже не то, что наблюдаете, вы не наблюдаете, вы просто живете в этом, все, мы все живем в этом. Далее, проблема заключается в том, что, несмотря на признание актуальности вопросов сохранения, скажем так, устойчивого развития приобразнообразия продовольственной безопасности, и закреплению глобальных целей устойчивого развития абсолютно всех проблем, пока цели эти, конечно, разрознены. Неравномерность вообще российской экономики и общества в последние 25 лет, конечно, позволяет задуматься о том, что цели, какие цели вообще реалистично ставить сейчас перед собой, ну, например, до 2030-го года, который с определенным периодом, который поделила нам организация «Бенеда нации». В принципе, когда нет долгосрочной социально-экономической стратегии и перспективы для развития, то, конечно, трудно очень говорить о определенных ориентирах, которые должны стать важнейшей национальной дискуссией о будущем стране. Но это еще связано с тем огромным количеством информационных неопределенностей, которые сейчас существуют. вакцина от коронавируса всем дала возможность совсем спокойно подумать о том, что, скорее всего, пандемия закончится быстрее. Но стали появляться повторные случаи заражения, есть критичные случаи заражения. И, естественно, такая информация тоже ударила небольшой по нашему оптимизму, немножко ударила с, скажем так, с некоторой жестокости. Вообще, как бы, вообще устойчивое развитие, если его рассматривать, если мы с вами говорим не о том, что, если мы с вами говорим не просто о устойчивом развитии, как всем надоело, как девочка 15-летняя, которая с минутой борется. То есть, если говорить о нем серьезно и вообще вдумчиво, то, конечно, это концепция, которую надо исследовать. Просто можно не исследовать и, в принципе, решать многие проблемы. Консорциум устойчивого развития ИНК выступит платформой для коллективной научной деятельности. Это привлечение любых представителей академического сообщества, практикующих экспертов, которые будут выявлять особенности, барьеры, перспективы, и разрабатывать рекомендации информационно-экономерическую поддержку, сохранение биоразнообразия и обеспечение экономической безопасности, а также системного решения всех 17-ти целей устойчивого развития. То есть, это коллективная научная деятельность, к чему мы пока только идем, и нам очень сложно, потому что есть барьеры, и в том числе и психологические барьеры, связанные с экспертностью и связанные с некоторой неопределенностью, в том числе и вклада каждого ученого в определенные проблемы, потому что мы, как институт, потому что коммуникации очень много сейчас книг, вы знаете, выпускаем, и эти проблемы стоят о вкладе, об авторстве, о дублировании, об автоплагиате, о плагиате, то есть вопросов, конечно, огромное количество. Направление деятельности самостоятельное проведение научных исследований, ну, наше, мы выбрали цели биоразнообразия, первое, это вторая, третья цель, и четвертая продовольственная безопасность, это институт научных коммуникаций выборов, другие партнеры выбирают другие цели, и проведение совместных исследований с различными ученными. Области исследования, ну, для себя мы поставили это вирусная угроза, потому что это еще самое серьезное, скажем так, именно как следствие снижения биоразнообразия. Также у нас изучение изменения ландшафта, как он меняется и как он влияет на биологическое разнообразие и соответственно на вирусную угрозу, механизмы борьбы с вирусной угрозой, угрозой на базе сохранения биоразнообразия и цифровизация умных технологий, возможности индустрии 4.0 для сохранения биоразнообразия и продовольственной безопасности. также мы разработали уже у нас работают экспериментальные площадки вертикальной фермы, это игроков, и приведение сельского хозяйства модели А4.0 мы также занимаемся различными кризисами биоразнообразия, устойчивым развитием и сохраняем вклады биоразнообразия и обеспечения подовольственной безопасности. Задачи консорциума я уже немножко сказала, просто в слайдах у меня более подробная информация. И одной из задач, о которой мы сегодня будем говорить, это помимо например выращивания овощей на базе гидрораконики световодства, проведения совместных исследований на наших проектах, это создание еще фреймберков для защиты биоразнообразия, которые направлены на мониторинг богатства животного мира. Фреймберки я напомню, это готовое решение, которое можно зайти, использовать и легко масштабировать в проекты, которые сейчас тоже нуждаются. Текущие наши исследования это первое, вообще как бы нас пригласили в госзаказ ВУЗа для решения проблем учета средств государственной поддержки субъектами АПК через распределенные реестры блокчейн. Здесь мы разрабатывали инновационное решение на основе технологии распределенных реестров для совершенствования процесса аудита финансовых показателей субъектов АПК. Это очень важная тема, потому что вы все прекрасно знаете, сейчас стартапы государства дают 5 миллионов развития фирменских хозяйств. Что происходит с фирменскими хозяйствами вы тоже наверное наслышаны, это берутся деньги и соответственно потом днем с огнем не могут найти фирменское хозяйство. То есть сейчас государство через систему распределенных реестров вообще которая дает полную прозрачность всех проводимых всего проводимых мероприятий в данном случае тех получателей агросредства и государственных средств теперь это будет все пронзрать что видно и все участники данного процесса могут посмотреть. Но мы давно занимаемся блокчейном опыта и так называемое у нас есть направление деятельности это блокчейн ящик с апельсинами когда наша цепочка наше исследование позволяет каждый апельсин через блокчейн реестр или технологию проследить до магазина вы покупаете когда фрукты овощ наверное даже вы смотрите вам написали Парамо Парамо что там еще Египет и в принципе вы даже не представляете на самом деле откуда этот яблок в помидор пришел но в принципе у вас информации больше никакой нет блокчейн технологии позволяют через штрих ход через ключи определенные которые открытые позволяют всю цепочку достать потому что может быть даже у вас это совершенно не египетский помидор может быть это вообще помидор не знаю маска подмосковья или еще чего или например китайский то есть блокчейн технологии не позволяет подменять фуры подменять ящики подменять склады и приводить вам продукции ну например если магазин с пачковым заключил договор в благососточном поставке овощей с Египта а так как Египет например не смог поставить они потихонечку подменяют любыми другими овощами с другой другой стороны в том числе с Китая а где их по эти краски ну как вам показывают по видео хотя я не люблю говорить о том чего я сама собственно глазами не видела так вот именно вот эта технология блокчейнка который мы сейчас пытаемся рекомендовать через грузы там в качестве госзаданий кстати госзаданий они есть это богатый грузы их 84 пункта госзадания да и соответственно они есть и там можно увидеть много вот этих вот вещей вот и как бы мы сейчас этим занимаемся как бы консорциями то есть данной технологии далее что я хотела сказать что вообще конечно ну о чем я и говорила что у тех вообще публичном секторе в том числе и агросекторе да является процессом цепровизации цепочек поставок который развивает технологии в качестве основы работы с данными глобальные цепочки будут поставки в качестве в качестве в качестве оборудования которые включают сейчас себя большое количество транзакций в качестве очень уязвима из-за множества увлеченных субъектов примерно 12 сертификатов получают на этом этапе и все эти сертификации в принципе возможно подделаны то есть точный опыт делать потому что они все бумажные электронные то без метки защищенные во времени то есть в принципе сертификация это самая одна из самых уязвимых областей хранение данных о продуктах в блокчейн делает эти данные транзакции мгновенно доступными отслеживая в режиме реального времени открывая новые возможности аудита и ведения бухгалтерии кстати между прочим фирмом 1С уже используют блокчейн технологии в своей работе что такое значит свойство технологии GLT это прозрачность неизменяемость данных безопасность инклюзивность и дезинтермедиация то есть они исключают третью сторону которые необходимы для проверки транзакций то есть это все снижает транзакционные издержки и делает транзакции потенциально неуязвимыми коррупцией значит задача данного исследования это оценка на рынке решений по этому вопросу потенциала ERP систем это потенциала управленческих систем к работе на основе этих технологий да хотя сейчас ERP очень много распространены ERP на основе блокчейна но конечно тема достаточно сложная потом это проектирование разработки методики масштабирование это знаете масштабирование сейчас один из ключевых критериев для оценки качественности научного исследования и сейчас например был проходил конкурс муниципальных практик один из пунктов критериев оценки это именно было масштабирование в данном случае муниципальной практики потому что каждый должен иметь возможность эту технологию применить и проверить наверное вы в курсе о том что сейчас даже в науке идет огромный кризис воспроизводимости эксперимента то есть практически не знаю 80% экспериментов невоспроизводимы то есть это большой кризис в принципе мы не можем повторить опыты которые нам написаны например там в журнале или еще где-то ну я хотел хочу сказать что комбинация свойств и особенностей блокчейна является основой для создания инновационных инструментов ведения финансового взаимодействия любых коммерческих частных и не частных организаций и осуществляют программу обеспечения устойчивого развития далее мы работаем сейчас над фреймворком девелопера этот фреймворк является масштабируемой системой инструментов гайдов и практик для международного взаимодействия организациями которые осуществляют обеспечивают устойчивое развитие и поддерживают реализацию социальных инициатив продуктов фреймворка мы выбрали для себя создание регенеративной инфраструктуры в которой результат деятельности одной системы является вводным материалом для другой то есть регенеративной имеется в виду возобновляемой автономность достигается с помощью объединения используемые технологии устойчивого развития и фреймворк нацелен на решение проблем экологии демографии урбанизации распределения ресурсов и распределения нагрузки муниципалитета речь идет о создании регенеративной инфраструктуры в данном случае мы занимаемся проектом разработки масштабирования регенеративных деревень то есть это такие муниципальные поселения которые будут иметь закрытый цикл которые будут скажем так иметь возможность полного закрытого цикла для своего производства и но конечно же работа по данному направлению она не может вестись там только в рамках заданной цели поэтому мы стараемся не просто регенеративной деревни разрабатывать а саму регенеративную инфраструктуру которая может в принципе вовлечь она может помочь создать любые виды инфраструктур но где бы вы не жили там ну может быть регенеративная инфраструктура и домов и всего что угодно то есть вы поняли меня да когда например вся весь мусор перерабатывается и идет на благо той инфраструктуры, которая, например, эту систему сделала. Ну, здесь инструменты, конечно, идут блокчейн, искусственный интеллект и глубокое изучение машин-леунинг. Кейс модели проективной регенеративной инфраструктуры существует на сайте regionvillages.com. Стартап этот проектирует регенеративные деревни, которые отвечают 17 целям устойчивого развития. Но я вам хочу сказать, что данный стартап, он пока не сильно развивается. И там очень много, ну, там неплохой материал для того, чтобы взять в качестве идеала или взять в качестве направления для исследования. Но пока там масштабируемых практик таковых нет. Этим занимаемся мы. То есть это вот такая вот схемка регенеративной деревни, которая включает в себя дом, включает в себя зеленый дом. Это гидропоника, потом аквапоника. Потом она включает в себя сады определенные, которые дают фрукты. Потом она идет в лайфсток, это сбор всех продуктов жизнедеятельности, солнечные батареи и хранение воды. Здесь, в данном случае, все это зацикливается на определенный круг. И вот, например, вот такая вот схемка этой регенеративной деревни, она позволяет, видите, ничего не выходит, в принципе, наружу. То есть проживание дает, ну, все ваши продукты проживания, которые ваше производство, да, оно уходит. Либо, например, ФИШ там дает материалы для того, чтобы в аквапонику, например, дать определенные минералы, да. Значит, аквапоника дает воду для питания, например, в саду. Вот, вода поступает сюда, но вода, например, идет через определенное хранилище. Ну, тут у них еще есть биогаз. Это сейчас новая совершенно мулька для международных различных направлений. Но мы, например, в своем фреймворке это исключаем. Ну, вот такая примерная регенеративная деревня. Это, которую предлагает Риджин Виллашерс. Ну, она может быть совершенно другого, у разного вида. Вот, вот такого плана, скажем так, это вот тот самый гринхаус, да, где вот это вертикальные фермы, в которых могут участвовать все жители деревни. То есть они могут распределять, ну, они могут использовать это, употреблять. И, как бы, смысл в чем, смысл в чем именно социальности. Вы скажете, Елена Геннадьевна, а какие здесь социальные стандарты? Для чего это все? А для чего угодно. Давайте начнем с детей-севых, которым выдаются квартиры и не знают, что делать. Наверное, лучше их действительно давать представителям жилье в таких регенеративных деревьях, в которых у них будет всегда поддержка, у них всегда будет питание. И всегда будет, я так думаю, что, скорее всего, всегда будет работа. И эти регенеративные деревни, они вообще сами по себе, они проживание само, они очень сильно облегчают и утешевляют. Потому что, ну, к примеру, вода, подача воды, да, например, в такой деревне скважине единой, да, то есть она, которая распределяется на всех жителей, это получается совершенно друг неизвестивно ценно, чем, например, вода, которая выставляется там, ну, у вас с реки, у нас водоканал, да. Вот. Электрика, микрегенерация, которую сейчас поддерживает президент Российской Федерации Владимир Владимирович, тоже здесь присутствует. И когда эта микрегенерация будет распространена и будет на всех членов этой деревни, всех жителей деревни распределена, то это тоже совершенно другие деньги. Вот. Ну, помимо этого, может быть и ферма, может быть и хлебзавод, все что угодно. То есть в рамках этой регенеративной деревни может быть 100 объектов, 20, 50. И даже проектерка настроена на то, что мы будем создавать такую систему, которая сможет масштабировать и проектировать. Ну, не буду останавливаться, это уже время, я так понимаю. Вот, посмотрите, вот, примерно вот такая вот регенеративная деревень. Ну, это как вариант. Ну, мы еще разрабатываем систему автоматизации площадки коллективного выращивания агрокультур на основе искусственного интеллекта. Это площадка, которая позволяет производить полную телеметрию системы. Ну, и кратенько я хочу сказать, что это та площадка, которая позволит вам через, например, через монитор выращивать на удаленном расстоянии выращивать растения, свое растение. Ну, помните, как мы Пикачу кормили, там, да, котят всякие. То есть выращивать вот такие вот растения через систему онлайн. То есть, ну, это такая вот в рамках вот этого общего страха по поводу изоляции. Ну, например, у вас там был где-то растение, что-то росло, вы теперь можете это все на удаленном. И плюс еще это для учебных целей мы бы хотели это, мы будем предлагать потом это в ВУЗам в качестве дистанционных лабораторных работ. То есть лабораторных работ, которые позволят студентам осваивать знания и питания, и регулирование состава воды. То есть вот такая система будет с нами развита. Кроме того, у нас, скажем так, мы занимаемся сейчас книгой по устойчивому развитию, международного подведения устойчивого развития. Для этого у нас разработана прогрессивная методология, которая будет основана на больших данных. Эта книга... у нас заявлено 4 конференции по устойчивому сельскому хозяйству, в том числе и по клинику, в том числе и по экологии. Очень хорошие книги заявлены на эти конференции. Эти конференции появятся в ближайшее время на сайте института. Вы можете в них также принять участие. Сейчас нас поддержала одна конференция, поддержала другую конференцию Ставропольский правный университет. То есть они будут проходить. Поэтому вы тоже можете принять участие, посмотреть, какая самая тематика. Значит, ну в этой книге будут представлены перспективные направления, тумные технологии, расширенное воспроизводство, вот это регенеративное земледелие и налажие автономности из хозяйственных производств. Ну у меня все. Я просто хотела еще рассказать о том, что про нашу, немножечко про нашу гидропонику, это 9 на 9 метров теплица, которая имеет автономное, полностью автономное обслуживание. То есть у нас разработаны освещения, которые дают полный спектр солнечных лучей, но оно стоит не полмиллиона рублей, как предлагают нам сейчас импортные лампы. У нас есть автополит через контроллеры, у нас производство питания через датчики, тоже контроллеры. То есть, конечно, в марте месяца мы хотели в Великограде провести конференцию, у меня была запланирована экскурсия на транзикальную ферму. Так вот, еще, мы получили уже первый урожай, мы поражаем, скажем так, своей скоростью это. Мы проверили питательные вещества и нитраты, и вкусовые качества вообще просто мы не можем даже, наши помидоры, наши огурцы, они даже цепкулировать не могут сегодняшним, потому что вкус вообще изумительный, вкус на 5 баллов. И я хочу сказать, что для нас вертикальная ферма сейчас один из всех проектов, которые мы будем постоянно продвигать. И есть мастер-класс на Институте научной коммуникации по биоразнообразию, где я говорю о том, что как мы, как мы обидели животных. Понимаете, это мы человек. У человека один враг. У человека. Спасибо за внимание. Огромное спасибо, Елена Геннадьевна, просто огромнейшее, преогромнейшее за такой полезный, интересный доклад, кучу такой очень важной информации, которую действительно еще нужно осмысливать, переосмысливать, потому что это действительно такие проблемы, которые сейчас на злобе дня. И тот вклад, который вы вносите в именно развитие и экологическое, и, безусловно, научного плана, конечно, он неоценим. И датасеты, мы видели, и пользуемся, и развитие, и движение вообще им в целом по России уже за рубежом далеко-далеко, это просто неоценимо. Еще раз спасибо вам огромное. И переходим к следующему докладчику.